итак ребята всем большой большой привет сегодня у нас начинается именно момент период когда я начинаю вам демонстрировать чистку чистку монет так как у нас за окном все пришло время приводить в порядок свои находки и я буду делиться с вами всеми методами которые существуют и для этого я запилил именно вот такой видеосюжет я получаю большое количество в комментариях как чистить как можно попробовать именно от своих подписчиков и именно сегодня будет сюжет о таком метеде метод довольно таки интересный рабочий но и все давайте по порядку приятного вам просмотра у меня видео познавательное обучающие и вы спросите причем тут у меня сегодня в сюжете мелькает на первом плане именно картошка картошка да и монеты по одной просьбе моего подписчика он просил чтобы я вам продемонстрировал как чистить монеты и работает ли этот способ при помощи картошки чистка царской меди и и сегодня я вам покажу реально или нет но для начала хочу вам показать монеты в каком внешнем виде и так ребят монеты я подобрал специально очень ужасного плачевного внешнего вида разобрать что за монеты невозможно лишь только вот это пять копеек 1860 года все монеты подобрал как бы разные загрязненности где-то неровная патина где-то непонятная грязь все монеты у меня были промыты обычной проточной водой и на монетах неровная патина имеется зеленые наросты болячки в общем монеты все очень плохого внешнего вида за исключением вот этой монеты но здесь патина некрасивая и имеются очаги каких-то болячек в общем вот эти монеты я которую вам продемонстрировал покажу что будет дальше при помощи вот этой картошки смотрим будет довольно таки интересно итак ребят ну что делаем дальше берем обычную картошку делаю надрез это делаю надрез для того чтобы монета хорошо вошла в картошку и просто напросто берем и вставляем в этот разрез нашу монету монета не очень хорошо лезет но я туда в гоним так вошла но ее нужно утопить полностью вот видите сделаем еще несколько загонов делаем надрез вставляем еще один пятак но этот пятачок заходит полегче загнали и таким же способом сейчас будем загонять и следующие монеты двушка так еще одна двушка так дальше копеечка царская тоже и судя по размеру еще одна у нас монета но это уже одна вторая копейки николая тоже за гоняем полностью стараемся сейчас ее утопить все монеты ребята все монеты надо утопить так засунули с этими немножко придется побороться вот смотрите получилось у нас следующее монеты вогнали в картошку 5 монет и теперь эту картошку оставляем ровно на сутки у меня пройдет целые сутки а у вас какое-то мгновение так что включусь спустя через сутки и посмотрим как наша картошка справилась с отвратительным налетом с болячками на царских монетах так что смотрим будет интересно и так ребята всем привет 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 всем у вас конечно будет странно но для меня это действительно привет тем что прошли ровно сутки и как обещал спустя сутки вот смотрите смотрим на нашу картошечку картошечка в местах где заложенные монеты потемнела подчернела и некрасивая кушать ее уже наверное все таки нельзя и давайте вскроем наши монетки что у нас там получилось аккуратно не повредив монетки не поцарапав так все посмотрим варварские план ухт какая тут шняга футы и нафиг гнутые смотрите чё здесь какое безобразие достаем одну монету фу такая такая да еще одну монету достаем так так что у нас тут следующее фу а запах да ребята неприятный неприятный запах такой гнилой так пять копеек копеечка в принципе неплохая копеечка получилось следующее что у нас тут двушечка достаем вот такая вот она сейчас я их водичкой промою потому что просто противные такие знаете некрасивые пять монет да по моему пять монет мы засовывали а стоп здесь еще где-то еще одна должна монетка блин чуть картошку не выкинул с монетой так здесь у нас одна вторая копейки должна быть вот она достаем достаем вот она такая знаете не знаю даже красивая некрасивая но вензеля и все прочее было практически не видно я просто по размеру знал что это одна вторая копейки ладно картошка смотрите какая получилась фу 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 смотрите фу такая блювотина грубо говоря некрасивая все сейчас монетки помою и в фокусе мы их с вами разглядим и так ребята будем подводить итоги после суток в картошке монеты у нас хочу сказать что метод работает но не так как хотелось бы пятачок вот сейчас в руках и слева справа у меня пятачок какой до этого был в общем картошка не справилась именно с этой монетой следующее был пятачок без наростов сильных но какие то каверны были и монета выглядит вот так после сутки в картошке вот такая вот монета следующая монета была двушечка две двушки одна абсолютно зеленая плохо читаемая ну и получилось как то не особо интересно может быть ее нужно будет еще повторно закидывать в новую картошку и снова сутки ждать но меня такой метод не устраивает очень очень долго осуществляется чистка копеечка была в принципе хорошего бодрого внешнего вида зелень кое-где осталась но в целом монета почистилась но все равно меня такой метод как бы честно не устраивает мой метод куда интересней куда эффективней и быстрее так что если вам интересно в конце этого видео ролика я покажу конечный результат как я эти монеты почистил своим методом и как они заиграли новыми красками но сейчас выглядят монеты не особо интересно и в коллекцию к сожалению такие монеты после метода чистки картошкой не подходит меня просили и я показал на результат совершенно честный результат просили сутки и результат меня такой метод честно не устраивает но как результат как ноу-хау я вам продемонстрировал так что в конце покажу что у меня получилось именно с этими монетами и как я их привел в порядок ну а по монетам ребят получился вот такой это результат смотрите какие получились монетки конечно сохран вы видели и с такими монетами трудно чего было можно сделать но как вы видите результат все таки из монет есть к жизни я их вернул выглядит в принципе неплохо сейчас подсыхает масло я их смазал для видео сюжета непосредственно оливковым маслом но нужно конечно законсервировать консервация законсервирует именно такой сохран монет какой он сейчас рельеф также не поднимал но монеты выглядит достойно возьмем монетку это у нас пятачок сохран вы видели просто ужасный был ну хотя и сейчас не особо интересный рельеф слабенький и монета не очень остальные как бы достойно картошка чистит ребята чистит но мой метод куда продуктивней и результат видно да ребят кстати это не все хочу вам показать вот такие монеты сейчас я приступаю к чистке новым методом вот такие вот какалики у которых слабый сохран слабый рельеф металла это у нас медь если кто-то знает что-то проглядывается на этих какаликах пишите сразу в комментарии что вы увидели среди этих монет левая что такое правая что такое но хочу вам сказать следующее метод будет хорош тем что смотрите что у меня получается моим новым методом с плохим сохраном тадам вот такие вот монетки ребята вот такие монеты получаются у меня новым методом чистки который в ближайшее время я буду вам показывать и озвучивать монеты в принципе были очень слабенькие очень слабенькие даже ничего нельзя было рассмотреть видите да ничего химия монету бы испортила но я монете дал еще одну жизнь еще один шанс и в принципе смотрите бодрячок красиво выглядит монета и это еще без поднятия рельефа если бы поднял рельеф монета бы заиграла новыми красками но любителей рельефа не особо много так что я показал то что нравится основной массе людей особенно нумизматом коллекционерам так что не пропускайте впереди у нас зима и все я вам буду показывать как это все делается поэтапно весь цикл чистки и все будет у нас видео обзор не пропускаем видео сюжеты ставим колокольчик чтобы быть всегда первым и обо всем знать ну на этом точно все всем пока до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч